Привет, с вами Сергей Светличный, Headline Video и 27-дюймовый монитор на PLS-матрице ASUS PB278Q. Монитор отличается строгим дизайном. Черный матовый пластик, прямые линии корпуса, все подчинено функциональности, а не эффектному внешнему виду. Кнопки управления и навигации по меню механические, не сенсорные, расположенные на правой нижней грани. Индикатор питания, совмещен с кнопкой включения, светится неярким синим цветом во время работы. Экран крепится к подставке массивной ножкой, которая позволяет регулировать высоту положения дисплея над уровнем стола, а также переводить его в портретный режим. Любопытно, что вращение вокруг своей оси выполнено с помощью подставки, а не ножки. На самом деле монитор стоит на сравнительно небольшом вращающемся диске, и при повороте экрана влево-вправо вместе с ним поворачивается и прямоугольная платформа. У Asus PB278Q имеется полный набор видео входов, Dual Link DVI, VGA, HDMI и DisplayPort, причем в комплекте идут и соответствующие кабели. Кроме того, на задней панели присутствуют два аудиоразъема в виде миниджеков, выход на наушники и линейный вход. В этой модели используется фирменное меню Asus, где главным пунктом является выбор предустановленных режимов Splendid. Затем следует цвет, где регулируется яркость, контрастность, цветовой режим, гамма, а также такие экзотические параметры, как усиление и смещение основных цветов. Как и у других мониторов Asus, часть из этих настроек оказывается недоступной в зависимости от выбранного режима в меню Splendid. В меню изображения регулируется резкость, фирменная технология овердрайва TraceFree и ряд настроек, доступных при аналоговом подключении. Меню звук позволяет изменить громкость встроенных динамиков или полностью выключить их, а также выбрать источник звука. Пункт «Выбор входа» ожидаемо содержит перечень всех видеовходов, а в разделе «Настройка системы» находится настройка самого меню, выбора языка, отключение индикатора питания и сброс на заводские настройки. Эта модель основана на 8-битной PLS-матрице производства Samsung с соотношением сторон 16 на 9. Диагональ экрана составляет 27 дюймов, максимальное разрешение 2560 на 1440 точек. Благодаря такому разрешению изображение выглядит плотным, без малейшего намека на зернистость, который присутствует у Full HD мониторов с аналогичной диагональю. В мониторе используется легкое матовое покрытие, представляющее собой нечто среднее между традиционным матовым и глянцевым. При взгляде на экран под прямым углом он выглядит почти таким же матовым, как у других моделей, однако с увеличением угла обзора размытие постепенно исчезает и при максимальном отклонении он начинает казаться почти глянцевым. Благодаря такому покрытию удается полностью избавиться от кристаллического эффекта и при этом не заставлять пользователя смотреться в зеркало. С увеличением угла обзора в горизонтальной плоскости яркость равномерно снижается, вертикальная сначала снижается, затем опять начинает повышаться. На максимальных углах отклонения изображение становится чуть теплее при взгляде сбоку и чуть холоднее сверху. Глобый эффект присутствует, в средней степени выраженности проявляется в легких светло-серых засветах на черном фоне при взгляде по диагонали. Asus PB278Q, монитор с качественным изображением на PLS-матрице.